Алина Альбертовна устало тащила чемодан по лестнице. Пятый этаж, чтоб его! Лифт, как назло, не работал. Снова. Ничего, думала она. Сейчас доползу до квартиры, и все будет хорошо. Две недели командировки вымотали ее до предела. Бесконечные совещания, презентации, улыбки через силу. Единственное, что грело душу, мысль о возвращении домой на две недели раньше срока. Тишина, покой, любимый диван и книжка. Блаженство. Ключ в замочной скважине провернулся с трудом. Странно. Алина нахмурилась. Обычно замок работал, как часы. Дима! На всякий случай позвала она, открывая дверь. Муж не должен был вернуться с работы раньше семи вечера. Но мало ли. Ответом ей была тишина. Но какая-то неправильная тишина. Алина замерла на пороге, прислушиваясь. И тут до нее донеслось приглушенное обормотание телевизора из гостиной. Сердце ёкнуло. Воры? Грабители? Или... Эй! Крикнула она, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Кто здесь? Звук телевизора резко стих. Послышалось шарканье тапочек, и из гостиной выплыла пожилая женщина в цветастом халате. Ой, Алиночка! Всплеснула она руками. А мы тебя только через две недели ждали. Алина застыла с открытым ртом. В ее квартире чужая женщина в халате. «Вы... вы кто?» Выдавила она наконец. Женщина всплеснула руками. «Как кто?» «Тамара Александровна я!» «Тетя Димы твоего!» Алина почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Тетя? Какая к черту тетя?» «Бабуль, кто там?» Раздался молодой голос из глубины квартиры. И тут Алину прорвало. «А ну-ка, быстро объяснили, что вы делаете в моей квартире?» Тамара Александровна округлила глаза. «Так Дима же нас пожить пустил. Люсенька, внучка моя, в институт поступать приехала. А я, чтобы присмотреть за ней. Дима сказал, живите сколько надо». «Что?» Алина почувствовала, как в висках застучала кровь. «Вон! Вон отсюда! Немедленно!» «Алиночка, милая, ты чего?» Засуетилась Тамара Александровна. «Мы же родня! Дима!» «Я вам не Алиночка!» Отрезала Алина. «И мне плевать, что там Дима. Это моя квартира. Убирайтесь!» Из комнаты выглянула растерянная девушка лет семнадцати. «Бабуль, а что случилось?» «Люся, собирай вещи!» Дрожащим голосом проговорила Тамара Александровна. «Мы уходим!» «Но куда?» Растерялась Люся. «Куда хотите!» Рявкнула Алина. «Хоть на вокзал! У вас есть пятнадцать минут!» Следующий час прошел, как в тумане. Алина металась по квартире, выискивая чужие вещи и выбрасывая их в коридор. Тамара Александровна что-то бормотала, Люся всхлипывала, но Алина не слышала их. В ушах шумело, перед глазами плыли красные круги. Когда дверь за незваными гостями захлопнулась, Алина без сил опустилась на пол прямо в прихожей. Ее трясло. Звонок телефона заставил ее вздрогнуть. На экране высветилось имя мужа. «Ты!» – прошипела она, нажимая кнопку ответа. «Ты как посмел!» «Алина?» – удивленный голос Димы. «Ты уже дома?» «А я думал...» «Да, я дома!» – перебила его Алина. «И знаешь, что я обнаружила в нашей квартире?» «Твою тетю с внучкой!» «Какого черта, Дима?» В трубке повисла тишина. «Блин!» – наконец выдохнул Дима. «Я совсем забыл предупредить тебя, понимаешь?» «Нет!» «Это ты пойми!» Алина чувствовала, как внутри закипает новая волна ярости. «Ты не имел права! Это наш дом, Дима! Как ты мог пустить сюда посторонних?» «Алин, послушай!» «Нет!» «Это ты послушай!» «Я вышвырнула их!» «И даже не пытайся их защищать!» Снова повисла пауза. Потом Дима тихо произнес. «Ты выгнала их?» «Господи, Алина!» «Ты хоть знаешь, что у них дом сгорел?» Алина замерла. «Что?» «Три недели назад» Голос Димы звучал устало. Все сгорело дотла. Тетя Тома осталась без крыши над головой, а у Люськи вступительные на носу. Им просто некуда было идти. Алина молчала, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Я должен был рассказать тебе», продолжал Дима. «Но ты была в командировке, я не хотел тебя беспокоить. Думал, они успеют съехать до твоего возвращения». «Почему ты мне не позвонил?» Тихо спросила Алина. «А ты бы разрешила?» В голосе Димы прозвучала горечь. «Ты же ненавидишь, когда кто-то нарушает твое личное пространство». Алина закрыла глаза. Перед внутренним взором встало испуганное лицо Люси, дрожащие руки Тамары Александровны. «Господи, что я наделала?» прошептала она. «Аль, ты не виновата», вздохнул Дима. «Я должен был». «Нет», перебила его Алина. «Я, я должна все исправить. Где они сейчас?» «Понятия не имею», отозвался Дима. «Может, на вокзале? У них ведь правда больше негде ночевать». Алина вскочила на ноги. «Я найду их, обязательно найду». Вокзал гудел и бурлил, как растревоженный улей. Алина металась от киоска к киоску, от скамейки к скамейке, высматривая знакомые лица. «Тамара Александровна! Люся!» кричала она, перекрикивая шум толпы. Но среди сотен незнакомцев не было ни намека на тех, кого она искала. Алина в отчаянии опустилась на скамейку. Что она наделала? «Как могла быть такой бесчеловечной? Ты их не найдешь!» раздался вдруг знакомый голос. Алина вскинула голову. Рядом стоял Дима, усталый и какой-то потерянный. «Я обзвонил все гостиницы», сказал он. «Нигде их нет». Алина уткнулась лицом в ладони. «Боже, Дима! Я такая дура!» Дима присел рядом, обнял ее за плечи. «Но ты же не знала!» «Я виноват не меньше!» «Нет!» Алина покачала головой. «Ты хотел помочь!» «А я...» «Я даже не дала им шанса объясниться!» Она сидела молча, глядя на снующих туда-сюда людей. Каждый был погружен в свои мысли. «Знаешь...» «Наконец произнесла Алина. Я, кажется, поняла кое-что». «М?» «Мы с тобой...» «Как в коконе живем!» «Только мы, наша квартира, наши проблемы!» «А ведь вокруг целый мир!» «И в этом мире есть люди, которым мы можем помочь!» Дима крепче прижал ее к себе. «Ты права!» «Мы слишком замкнулись в себе!» Алина решительно встала. «Нужно их найти!» «Чего бы это ни стоило!» Поиски заняли два дня. Два дня звонков, метаний по городу, расспросов. Алина не спала, почти не ела. Она была одержима идеей найти Тамару Александровну и Люсю. «И вот, наконец...» «Алло!» — раздался в трубке усталый голос Тамары Александровны. «Тамара Александровна!» — воскликнула Алина. «Слава Богу! Где вы?» «Алина?» В голосе женщины послышалось удивление. «Мы... мы у знакомых. Почему ты...» «Пожалуйста, выслушайте меня!» — перебила ее Алина. «Я была неправа, ужасно неправа. Я не знала о вашей ситуации, но это не оправдание. Я...» «Я хочу попросить у вас прощения и пригласить вас обратно. Пожалуйста, возвращайтесь. Люся может готовиться к поступлению. А вы... Вы можете жить у нас столько, сколько потребуется!» В трубке повисла тишина. Алина затаила дыхание. «Алиночка!» — наконец произнесла Тамара Александровна. И в ее голосе Алина услышала слезы. «Спасибо тебе!» «Мы... Мы вернемся!» Вечером того же дня они все сидели на кухне, пили чай и говорили. Говорили долго обо всем, о пожаре, о мечтах Люси стать архитектором, о том, как важно иногда выходить за рамки собственного мирка. «Знаете», — сказала Алина, глядя на Тамару Александровну и Люсю, «я благодарна судьбе за этот урок. Он был жестоким». «Но нужным». Люся робко улыбнулась. «А я благодарна вам!» «За второй шанс!» Дима обнял Алину за плечи. «Мы все получили второй шанс. Шанс стать лучше, добрее, человечнее». Алина кивнула. Она чувствовала, как внутри разливается тепло. Тепло, которого она раньше не замечала за своими страхами и предубеждениями. Ее дом стал больше. Теперь в нем было место не только для нее и Димы, но и для тех, кто нуждался в помощи и поддержке. А от этого Алина чувствовала себя по-настоящему счастливой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...